Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, вам нравится Межина, пишите вы, вы сделали ему подарок, дарили через подругу, он догадался, что от меня, в соцсети написал, что вы загнали его в краску, если ему было неудобно, и всего спасибо. Вы пишите, думаю, может надо было извиниться на подарок, а за что вы считаете себя виноваты? Я не знаю, как правильно мне узнать у него, нравлюсь или нет я ему, а зачем вам узнавать, нравится ли вы ему, если он нравится вам? Зачем вам узнаваться? Если он вам нравится, то вы можете, в принципе, продолжать делать для него какие-то вещи, которые, ну, вот, вы делаете, и, в общем-то, всё будет нормально вполне себе. Вот, потому что, да, потому что, если вы будете делать для него какие-то вещи, человек реально любозно просто поймёт, что, ну, что у вас есть сантазия. А когда вы пытаетесь узнать у него, например, нравится ли вы ему или нет, это уже не про какую-то симпатию к человеку. Но это уже скорее больше про что-то другое, например, про какую-то попребность, про желание что-либо доказать, в том числе и себе самой, вот, то есть речь идёт об этом, как правило. Вот, поэтому здесь вопрос к вам. Для чего вы хотите, чтобы человек, значит, ну, сказал вам, нравится ли вы ему или нет. То есть что по факту это изменит для вас непосредственно. Да? Вот. Это очень важная история, это очень важный момент, потому что разобрать и рассмотреть, что конкретно вы, допустим, чувствуете по... Ну, вот, по отношению к нему, да, что конкретно вы ощущаете по отношению к нему. Это очень важный момент, вот, это очень важная история, вот, это очень важно, чтобы вы разобрались в том, да, значит... Что именно вы хотите... Что именно вы хотите... По отношению к... Ну, по отношению к мужчине. Вот. Дальше. Значит... Вы пишите... Мне так и хочется ему признаться в чувствах, но я боюсь. Значит... Ну, во-первых... Во-первых... Хочется признаться в чувствах, чтобы что? Хочется признаться в чувствах для чего? Вот. Это первое. Зачем? Вы... Хочете признаться ему в... В чувствах... Ну, в чувствах. Ну, вот. Это... Первое. Второе. Почему вы боитесь? Или чего вы боитесь? Эээ... Возможно... Эээ... Возможно... Лучше... Лучше... Будет сказать... Чего вы боитесь? Эээ... Конкретно. Вы боитесь быть ответнуты? Вы боитесь, что вам откажут? Вот. Эээ... Ээ... Эээ... Или что? То есть... Ээээ... Это, на мой взгляд, очень... Эээ... Важный момент. Эээ... Если вы... Боитесь чего-то... Если вы опасаетесь чего-то... Эээ... Вот... то, соответственно, нужно поисследовать этот момент. Нужно поисследовать, нужно посмотреть, чего вы боитесь. Потому что, если вы хотите, ну, признаться своему мужчине, да, если вы хотите признаться мужчине в том, что у вас гемодюта, то очень важно, значит, чтобы вы делали это для, ну, для него, чтобы вы для него признали, значит, чтобы вы для него признались в своих чувствах, чтобы вы ему рассказали об этом. Вот. А не для себя, чтобы вы это делали. Вот. Понимаете? Какая штука. Так что, если вам страшно, что вас отвергнут, например, либо если вы боитесь, либо если вы хотите признаться мужчине для себя, а не для него, вот, то, соответственно, этого лучше не делать. Да? Вот. Также, на мой взгляд, очень важно преследовать, какие у вас есть ожидания от того, что вы признаетесь человеку. Вот. То есть, ну, конкретно. Конкретно. Вот. То есть, какие у вас именно ожидания, чего вы хотели бы. Вот. Ну, и, в принципе, в целом, было бы здорово, если бы вы сформулировали, что вообще вы, чего вообще вы желаете от своего мужчины, для чего вы, ну, вот, все это делаете, то есть, для чего и почему вы, вот, ну, делаете ему, там, подарки, да, и прочее. То есть, хотите ли вы этого для, допустим, себя, или это все-таки вы делаете для него, и так далее. То есть, это все очень важно. Все очень важно. Это все очень полезно для того, чтобы вам лучше выстраивать свои отношения с мужчиной. Если не этим, да, то с любым другим. Вот. Такая вот история, в принципе, такой момент, это то, что я мог бы вам сказать, вот, это то, что я мог бы вам, значит, ответить, пока что. Если вам понравился мой ответ, то я буду благодарен вам за его ответ, за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что мой ответ вам пришел по душе, и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...